Привлечение к чтению, формирование здорового образа жизни и духовно-нравственное воспитание. Насыщенную досуговую программу приготовили в Самаре для детей на время летних каникул. Для юных жителей и гостей города будут работать музеи, выставки, театры. Запланированы мастер-классы, конкурсы творчества и фестивали на открытых площадках. Необычную программу под названием «Библиопутешествие» приготовили самарские библиотеки. Этот проект в качестве пилотного появился еще в прошлом году. В течение 10 дней дети приходят, это 4-часовой такой дневной лагерь для детей в библиотеках, где им рассказывают о современных писателях, об авторах, которые зарекомендовали себя, читают сказки, проводят массу интересного и полезного мастер-классов, показывают мультфильмы. Помимо досуговой программы, темой обсуждения стало временное трудоустройство подростков. Вакансии предоставляют государственные и муниципальные структуры, общественные организации, предприятия сфера ЖКХ, некоторые промышленные предприятия. Летом планируют трудоустроить более 3 тысяч детей, достигших 14 лет. Также все лето в городе будут работать 196 лагерей с дневным пребыванием при школах, два лагеря палаточного типа, шесть загородных лагерей. Профильные смены посетят порядка 7 тысяч детей. По словам руководителя департамента образования Ирины Коковиной, ребятам обеспечат активный, интеллектуальный и эмоционально насыщенный летний отдых. В каждом микрорайоне планируется работа 101 площадки по месту жительства, при клубах по месту жительства. В тематических мероприятиях во дворах задействованы учреждения дополнительного образования. Запланировано проведение традиционных мероприятий с участием детей и их родителей, различных праздников, День защиты детей, государственного флага, День семьи, любви и верности, различные концерты. На заседании комиссии обсудили меры профилактики противоправных деяний, совершаемых в отношении несовершеннолетних. По данным МВД, с начала года отмечается снижение преступлений этой категории. Большая роль в профилактике отводится учителям и родителям или законным представителям ребенка. Отсутствие занятости несовершеннолетних в неурочное время может являться причиной преступных посягательств в отношении них. Вместе с тем, нередко жертвами преступных посягательств становятся несовершеннолетними, находящиеся в общественных местах без контроля родителей, в том числе и в ночное время. В связи с этим принимаются меры профилактического характера со стороны сотрудников полиции. За неисполнение родителями или законными представителями своих обязанностей предусмотрены меры ответственности. К проблеме подключаются уполномоченные органы власти и полиция.